Президент увеличил количество охранников и автомобилей в президентском кортеже. Об этом сообщил вице-спикер Влад Батрынча. Он заявляет, что глава государства нарушает данные на выборах обещания не использовать кортежи и отказаться от госохраны. В пресс-службе Майя Сандо отказались комментировать высказывания депутата. Батрынча напомнил, до того как стать президентом, Майя Сандо обещала, что будет экономить государственные деньги. А сейчас, по словам Батрынча, в очень тяжелое для общества время, бюджет администрации президента растет. В кортеже у госпожи президента больше автомобилей, чем было в кортеже у Додона. И охраны мало того, что не стало меньше. Бюджет на службу СППС, на службу охраны увеличился. Так почему вы на выборы говорите одно, а в реальности вы создаете новые министерства, вы увеличиваете бюджет президентуры, вы увеличиваете бюджет парламента, вы повышаете инфляцию, вы понижаете доход граждан. В администрации президента нам ответили, что не комментируют заявления Влада Батрынча. Однако ранее журналисты попросили Майю Сандо объяснить, почему бюджет аппарата главы государства растет, а доходы населения сокращаются. Батрынча также отметил, что за год своего правления Майя Сандо практически не посещала районы. Госпожа президент каждое утро, приходя на работу, должна брать в руки свою предвыборную платформу, в которой очень много чего она пообещала людям внутри страны. Мы провели небольшой анализ за год своего правления, помимо парламентской компании, когда она немножко поездила по республике в качестве агитатора в запас, за год своего правления у нее были десятки командировок, а она посетила лишь 9 населенных пунктов в республике Молдова. Игорь Тадон за месяц посещал минимум 90 населенных пунктов. Госпожа Санду мало внимания уделяет населенным пунктам в Молдове, она очень мало делает внутри страны и не продемонстрировала ни одного результата, ни для медиков, ни для педагогов, ни для одной из категорий населения, ни для пенсионеров. Потому что та поддачка, которую сегодня они кидают пенсионерам, она даже в треть не перекроет инфляцию, которую они спровоцировали, историческую инфляцию. Госпожа Майя Санду надо заниматься ситуацией в Молдове, потому что за нее голосовали граждане Молдовы. В администрации президента не стали комментировать и это заявление Батрынчи, но отметили, что за год пребывания у власти Майя Санду посетило 18 районов, а не 9, как сообщил вице-председатель парламента. Продолжение следует...